Какими бы семимильными шагами не развивались технические средства охраны, без собак в службе исполнения наказания не обойтись. И кинологи регионального УФСИН еще раз это доказали. Вместе со своими хвостатыми напарниками они привезли с федеральных соревнований третье место в личном зачете по следовой работе и второе по наркорозыску. Весомый результат среди специалистов из 75 регионов. По наркорозыску мы предотвращаем проносы наркотических средств. По общему разыскному профилю у нас собаки стоят на охране периметров наших, чтобы спецконтингент осужден не могли совершить противоправных действий. Собачьи будни проходят в ежедневных тренировках. Нужно оттачивать нюх. Собака, натасканная на поиск запрещенных веществ, может определить до 6 видов различных наркотиков. Сейчас попробуем спрятать имитатор героина и посмотрим, что из этого получится. Найдет ли собака наркотики. Время не ограничено. Юстас, именно так зовут эту немецкую овчарку, опытный сотрудник. Его невозможно смутить или отвлечь. Обнаружив запрещенные вещества, пес садится. За годы службы Юстас не раз подтверждал свою квалификацию. Оперативники попросили, пригласили нас. У них была информация о том, что где-то в этом районе должна была спрятана быть закладка. Мы приехали на место. Я дал команду собаке ищи, нюхай. И мы нашли и обозначили место закладки. Потом начали уже рассматривать. И нашли там, как потом выяснилось, 26 грамм марихуана. Овчарка по кличке Гром – настоящая гроза осужденных. Суровый, с норовым, пес не любит резких движений и с ним не до шуток. На службе он уже шестой год, а это стаж по собачьим меркам. Лучше всего ему удается задержание. Собак тренируют так, чтобы они бросались на руку и сильно человека не травмировали. Их задача – остановить, а не покалечить. Внушить страх псы способны одним своим видом. Побеги при таких хвостатых защитниках периметра невозможны. Собаку для службы выбирают тщательно. Со щенка она должна показывать волевые качества, быть личностью. Я выбирал среди щенков, во-первых, самого шустрого. Я брал в связку ключей и кидал им прямо в кучу, где они находились. И он первый подошел и стал обнюхивать. И посмотрел я по остальным другим его, то, что он крупный был. И поэтому я его выбрал. И с этим выбором я не прогадал. Собака и кинолог – напарники и друзья. Поэтому большинство псов живут дома у офицеров. Собаку ни в коем случае нельзя бить, так как собака будет бояться твоих каких-то действий, будет бояться любых чужих замашек, как и твоих. И она будет очень спокойная, будет ходить рядом, но контакта у тебя с ней не будет. Никакого. Собаку всегда нужно похвалять, особенно когда она сделает твои правильные жесты, которые ты ей показываешь. Больше всего для службы подходят овчарки, но встречаются здесь и алабаи, и ротвеллеры. Порода не главная, отмечают кинологи. Главное – характер. Боевой и волевой, чтобы подстать офицеру. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.